Музыка Гость в студии сегодня, заместитель председателя правительства Ульяновской области, министр здравоохранения Павел Сергеевич Дегтярь. Павел Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. В последнее время в регионе увеличилось число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. Особенно это заметно по посещаемости детских садов и школ. Вот по официальным данным статистика какая, сколько заболевших у нас в регионе? Ну если говорить вообще в целом о заболеваемости ОРБИ, то она имеет склонность к такому волнообразному течению, соответственно, когда мы понимаем, что заболеваемость может возрасти. Но несомненно, вот период 1 сентября, он традиционно вызывает у нас опасения, потому что дети приходят в организованные коллективы, причем не только дети, но и студенты. То есть это достаточно большое массовое скопление людей в одном месте, соответственно, риск распространения вирусной инфекции гораздо выше. Поэтому, как и в предыдущие годы, в этом году мы зафиксировали превышение эпид-порога. Могу сказать, он превышен гораздо меньше, чем в сравнении, допустим, с аналогичной эпид-неделью в 2014 году, когда у нас эпид-порог был превышен фактически на 56%. В этом году он превышен чуть более, чем на 17%. Но, тем не менее, это дополнительные для нас сигналы о том, что необходимо предпринять меры по ограничению распространения острых респираторных вирусных инфекций. Могу сказать, что на сегодняшний день издано как распоряжение Министерства здравоохранения, которое регламентирует работу каждого лечебного учреждения, что необходимо дополнительно предпринять как в самом лечебном учреждении, так и в сферах ответственности лечебного учреждения. В первую очередь, это детские поликлиники, которые у нас отвечают за работу школ в части обеспечения санэпид-режима. Поэтому такие уже поручения даны. И, кроме того, деятельность самих лечебных учреждений – это введение определенных ограничений, которые бы способствовали сокращению заболеваемости острыми респираторами вирусной инфекции. Могу сказать, что из недели в неделю мы видим, что у нас количество заболевших достаточно большое. Если на прошлой неделе мы фиксировали более 6,5 тысяч, то на этой неделе у нас более 7 тысяч заболевших. Соответственно, вот эти меры, они своевременные и необходимы, на наш взгляд. Мы на этой неделе провели заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. Это межведомственная комиссия, которая включает в себя представителей и образования, и Роспотребнадзора, Центра санитарной гигиены, эпидемиологии. И приняли ряд управленческих решений, которые также, в первую очередь, будут способствовать ограничению распространения заболеваемости. Мы увидели, что в основном у нас болеют дети. Причем возрастная категория детей от 0 до 6 лет, в том числе и дети в садиках. Поэтому мы дополнительно рекомендовали Министерству образования ввести ограничительные меры при нахождении детей в дошкольных учреждениях. В первую очередь, это осмотр детей при их принятии педагогом в дошкольные учреждения, измерение температуры тела, соответственно, для того, чтобы те ребятишки, у которых имеются признаки заболеваний, первое, получили рекомендации от педиатров, их родителей, что необходимо сделать. Второе, все-таки ограничить их посещение дошкольных учреждений, для того, чтобы это заболевание не распространялось в дальнейшем. Но, кроме того, у нас на сегодняшний день активно идет прививочная кампания. К нам поступило в регион более 33 тысячи доз вакцин для прививок детского населения. На сегодняшний день уже более 22 тысячи доз использованы, ребятишки привиты. Могу сказать, что я считаю, что все ребятишки у нас должны прививаться, потому что это реально способствует, первое, снижению заболеваемости, снижению порога заболеваний, второе, развитию осложнений, которые вызывают такое заболевание, как грипп. Могу сказать, что сейчас в регионе гриппа нет. Это подтверждают данные лабораторных исследований, которые проводятся у тех, кто заболел. В основном мы фиксируем заболеваемость острыми респираторами, вирусными инфекциями. Могу сказать, что в целом с начала года более 200 тысяч жителей Ульяновской области перенесли острые респираторно-вирусные инфекции в разные временные промежутки. То есть это эпидсезон зима-весна, это сейчас эпидсезон, который у нас идет осенний. Соответственно, вот такая динамика, но мы видим, что отклонений существенных в сравнении с прошлым годом нет. Мы находимся в пределах тех показателей, которые у нас были в прошлом году. Поэтому основная задача сегодня каждого, в первую очередь, человека, задуматься о своем здоровье. Недавно одна из коллег при общении сказала, что в том числе сейчас идет снижение витаминов, снижение минералов. Я с этим полностью не согласен. Почему? Потому что сейчас как раз идет время сбора урожая, и мы имеем возможность получать полноценное питание, в отличие, допустим, от зимних месяцев или весенних, когда наблюдается у нас определенный авитаминоз. Но сегодня, в первую очередь, мы должны задуматься об укреплении иммунитета. Есть как медицинские меры, которые заключаются в первую очередь в том, что ограничить контакты с больными людьми. Это самый действенный мер, и использование банальной маски уже позволит нам сохранить свое здоровье во многих случаях. Кроме того, сегодня достаточно широкий спектр противовирусных препаратов, которые представлены в аптечной сети. Цены на них разнообразные. Они как в ценовом сегменте, в низком, так и есть, и более дорогие предложения. Но если такая потребность есть, в первую очередь, для профилактики лучше проконсультироваться с своим доктором. Но если такой возможности нет, можно обратиться к фармацевтам в аптеку. Они дают достаточно хорошую, развернутую информацию. Сам буквально недавно обращался в одну из аптек, где, соответственно, фармацевт предложил полный спектр необходимых лекарственных средств для профилактики. То есть, от самых дешевых до самых дорогих. Это выбор каждого человека. Кроме того, информацию всю оперативную, которая сегодня есть в аптечной сети, можно получить в том числе и через телефон горячей линии, который у нас работает при медицинском информационно-аналитическом центре. Она работает у нас в рабочее время, в субботу. Также она работает до 4 часов дня. Телефоны ее 8 873 07. Каждый может позвонить и узнать необходимую информацию, которая в полном объеме есть в данном информационно-аналитическом центре на горячей линии. Я вот еще хотела уточнить. Вакцинация идет бесплатная. Вы про бесплатные вакцины сказали. Это какие вакцины поступили к нам в регионы? И кому еще рекомендовано, кроме детей, вот эти вот сделать? К нам поступила вакцина Гриппол+. Это вакцина, которая доказала свою клиническую эффективность. Поступила она, если говорить о детском населении, от планового контингента в размере 40%. Соответственно, в ближайшее время мы ожидаем поступления вакцины как для привития ребятишек, так и для взрослого населения. В целом, в этом году в регионе планируется привить около 300 тысяч жителей нашего региона. Могу сказать, что бытует такое мнение, что если привился, то не заболеет 100%. Мнение это, к сожалению, ошибочное, потому что прививка в первую очередь дает повышение иммунитета именно к тому вирусу грипп, который циркулирует на территории региона. Но шанс заразиться, к сожалению, он есть. Поэтому не стоит пренебрегать и другими способами профилактики, помимо вакцины. Но уже доказано, что вакцина в целом способствует, ну, первое, шансов заболеть гораздо меньше. Второе, если человек все-таки заболел, то рисков осложнений, которые вызывает заболевание, тоже гораздо меньше. Ну, легче переносится. Да, заболевание гораздо легче переносится. Поэтому в первую очередь мы призываем прививать детей. Нет, а это каждый может подойти и сказать... Каждый может обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти вакцинацию соответствующую. Кроме того, в ближайшее время в регион поступит вакцина для взрослых, которая будет также бесплатна, также она будет общедоступна. В первую очередь, конечно, мы прививаем тех, кто подвержен риску. Это пациенты с хроническими формами заболевания, пациенты с сахарным диабетом, которым мы также рекомендуем пройти вакцинацию, пациенты, которые часто болеют, не имеют хронические формы заболевания, но ежегодно отмечают снижение иммунитета и частые болезни, в том числе ОРВИ, грипп. Поэтому для этого просто необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, к своему педиатру, если это ребенок, либо терапевт, к врачу общей практики. Если в поликлинике работает врач общей практики, получить необходимую консультацию. Несомненно, имеются противопоказания, если говорить о прививочной кампании. Поэтому врач уже оценит ситуацию и примет решение о целесообразности проведения вакцинации для конкретного человека. Вы сказали, что желательно принимать препараты иммуномодулирующие, противовирусные. Беспокоят, что цены на них сейчас сезон, они стремительно стали расти. Какие-то вот существуют ли льготы для малообеспеченных слоев населения, для остро нуждающихся людей? Несомненно, существует. Первое, то, что уже у нас с начала года в Ульяновской фармации наша государственная сеть ввела 3-процентную скидку для ветеранов труда, для отдельных категорий граждан. При определении удостоверения, соответственно, они могут воспользоваться этой льготой. Кроме того, по инициативе губернатора на сегодняшний день заморожены цены на ряд препаратов в сети Ульяновской фармации. Они будут заморожены до конца года, то есть никакой динамики повышения цены на данные категории препаратов не планируется. Это самые востребованные препараты, которые традиционно также приобретаются жителями Ульяновской области. В том числе они включают в себя линейку противовирусных препаратов, которые сейчас необходимы в эпидсезон. А также Ульяновская фармация на сегодняшний день объявила о том, что проводят мероприятия по снижению цен и по введению скидок для детей, родители которых также могут обращаться в Ульяновскую фармацию и получить скидку размера 5%, в том числе на противовирусные препараты в данный эпидсезон. Но, кроме того, у нас функционирует в регионе 52 социальные аптеки. Это не только Ульяновская фармация, это и также ряд других аптек, ВИТО, в частности, у нас заявилось на снижение цен в социальном формате. Полный список аптек находится у нас на сайте Министерства здравоохранения, с ним можно ознакомиться и также обращаться в данные аптеки. Но еще раз хочу подчеркнуть, что достаточно трудно пользоваться интернетом и найти наш сайт, допустим, жителям пожилого возраста. Им нет в этом необходимости. Им достаточно набрать телефон, о котором я уже говорил, 8 800 273 07 и задать вопрос непосредственно оператору колл-центра о наличии препаратов, об их ценах. Оператор, соответственно, в зависимости от того, где проживает человек, расскажет, где находится аптека, какие препараты есть, какова цена на данные препараты. Поэтому, если такая потребность есть, можно воспользоваться данным колл-центром. Звонок абсолютно бесплатный, независимо от того, звонок идет с сотового телефона, либо с районов области. То есть для жителей региона звонок абсолютно бесплатный. А Вы сказали, что 5% можно получить на детские препараты. Предъявлять ничего не надо? Там свидетельство о рождении ребенка? Мы с Ульянской фармации проговаривали о том, что возрастной ценз будет до 6 лет. Ребятишки, ну и, как я говорил, у нас сегодня фиксируется рост заболеваемости именно детей от 0 до 6 лет. Поэтому при предъявлении, соответственно, свидетельство о рождении. Но Ульянская фармация заверила, что, допустим, если ребенку 7 лет, то они также сделают необходимую скидку и, соответственно, обеспечат лекарством того ребенка, который нуждается. Конечно, мы идем в поликлинике не только к педиатру, терапевту, но и к узким специалистам. Вот этот кадровый голод, он ощущается, конечно, заметно. Вот какие меры предпринимаются, чтобы увеличивать кадровый состав лечебных учреждений? Я скажу так. Наверное, несколько лет назад, вообще, когда кадровые проблемы озадачивались и Федеральным министерством здравоохранения, посмотрели на проблематику кадров и увидели то, что проблемы действительно серьезные. Но, первое, кадров нам не хватает. Второе, количество вузов, которые выпускают кадры для Российской Федерации, заметно снизилось по сравнению, допустим, с советским периодом, когда медицинские вузы были, в том числе, в наших советских республиках. И сегодня многие доктора из этих республик работают в нашем ульянском здравоохранении. Могу сказать, что в советское время для Ульянска готовили кадры порядка не менее 30 вузов. Вот так, если посмотреть, сегодня их значительно меньше. Но мы начали работу по целевой подготовке кадров, именно по заключению целевых договоров с теми вузами, которые находятся непосредственно в близости от нас. Кроме того, мы сейчас начали расширять эту географию. Традиционно вуз, который находится на регионе, он является основным поставщиком кадров. И Ульянский государственный университет – это наш давний партнер. И очень приятно, что в этом году ректор университета Борис Михайлович Костишко поддержал нашу инициативу и 50% мест отдал именно в целевом порядке для ульянского здравоохранения. То есть это те ребята, которые пошли с нашими целевыми направлениями, которые мы будем готовить для конкретных муниципальных образований, для конкретных больниц. Кроме того, мы сотрудничаем еще с рядом вузов. Это Самарский государственный медицинский университет. Сотрудничество с ним уже проходит достаточно давно. И результаты, которые есть, они тоже нас удовлетворяют. Могу сказать, что ежегодно мы готовим в данном вузе не менее 60 ребятишек, которые приезжают и работают к нам в регион. Кроме того, это Саратовский госуниверситет. С прошлого года мы начали сотрудничество с первым медицинским университетом имени Сеченова, а также с Астраханской государственной медицинской академией, где также готовят наших ребят. Могу сказать, что динамика такая достаточно значительная. Если посмотреть, буквально 3-4 года назад у нас по целевому набору готовилось порядка 70-80 человек максимум. Сейчас, вот в этом году мы по целевому набору направили 175 студентов первого курса, которые пошли учиться в перечисленные мной вузы. И также сейчас проводим большую работу с теми ребятами, которые уже учатся, которые заканчивают для того, чтобы они остались в Ульяновске, для того, чтобы поехали работать в районы. И я всегда говорю, в первую очередь, и главным врачам, и главным муниципальных образований, шанс вернуть на село у нас гораздо выше, если ребенок там вырос, там родился, и, соответственно, что он приедет к своим родителям, в свое село и будет там трудиться. Поэтому все-таки мы делаем ставку на целевой набор именно на муниципальное образование, для того, чтобы они к нам направляли ребят, и они уже целевым образом для них готовились. Могу сказать, что условия абсолютно разные, с чем преимущество целевого набора, то, что конкурс проходит только среди тех, кто подал заявление именно в Министерство здравоохранения, то конкурс гораздо ниже. И если сравнить его с общим конкурсом, то, как правило, это на 30, порой 40 баллов по ЕГЭ ниже, чем идет общий конкурс. Я приведу пример. В этом году, допустим, один молодой человек из района хотел поступить на стомат факультет, подал документы в Самару, мы с ним отработали на этапе еще подачи документов, проговорили, что в Самаре достаточно высокий балл, и на стоматологию поступить нужно не меньше 230-240 баллов, если по целевому набору идти. А в Астрахани он у нас поступил с более низким баллом, то есть до 200 балл было достаточно для того, чтобы поступить в Астраханскую медицинскую академию. И, соответственно, он сейчас является студентом первого курса, проходит там обучение. И динамика в целом показывает то, что сегодня пошли работать в отрасль здравоохранения. Динамика достаточно существенная. За последние три года 575 докторов пришли к нам работать. Вот только за 9 месяцев текущего года к нам уже устроились 210 докторов. Мы надеемся, что их будет гораздо больше, потому что сейчас идет как раз процедура принятия ребят на работу. В том числе есть заявки к нам из других регионов, докторов, которые готовы к нам приехать. Есть доктора, которые едут по программе «Земский доктор». По разному можно относиться. За три года 152 врача к нам пришли работать, молодых врача пришли работать по программе «Земский доктор». Естественно, они получили то вознаграждение, которое им положено по закону в размере миллиона рублей. Это 500 тысяч за счет регионального бюджета, 500 тысяч за счет федерального бюджета. Соответственно, сегодня эти ребята уже работают. Я считаю, что этой инициативой, в первую очередь, президент, губернатор действительно вернули сегодня на село медицинские кадры. И есть и продолжение данной программы. Если вы смотрели последнее аппаратное совещание, где губернатор в очередной раз напомнил о проекте «Земский доктор», который будет реализован в проекте «Земский фельдшер», который будет реализован по его инициативе с 2016 года, когда у нас фельдшера, которые будут приезжать в фельдшерско-акушерские пункты, будут получать выплаты для приобретения, в первую очередь, жилья. Поэтому на сегодняшний день данный проект восстановления правительства уже разработан. Мы сейчас завершаем процедуру согласования его. Губернатор настоял на том, что помимо сельских территорий, которые у нас находятся в районах области, включить в том числе и пригородную зону города Ульяновска, которая, вроде бы, кажется, это город, но реально там люди также проживают в сельской местности. И туда нам тоже необходимы сегодня кадры среднего звена, в первую очередь, фельдшера. Поэтому на ближайшем заседании правительства мы уже более детально остановимся после всех согласований. И на суммах выплат, которые будут получать у нас фельдшеры, и, соответственно, на условиях, которые будут утверждены постановлением правительства. Но эта мера, на наш взгляд, реально позволит нам привлечь, в первую очередь, молодых ребят, которые сегодня заканчивают колледжи, училища, и задают правильный вопрос. Я поеду на село, но где я буду жить? Сегодня нам в этом помогают, конечно, главы муниципальных образований, которые за счет муниципального фонда предоставляют жилье, либо компенсируют найм жилья. Но все-таки хотелось бы, чтобы это было жилье свое, когда, собственно, шансов, что человек останется жить и работать на данном месте, долгое время гораздо больше. Каких узких специалистов больше всего не хватает в городе и на селе? Я могу сказать, что больше всего нам не хватает не узких специалистов, а в первую очередь врачей-педиатров, врачей-терапевтов, врачей общей практики. Если смотреть, опять же, на динамику, как на это смотрят стратегические федеральные министерства, то мы очень надеемся, что нам поможет решить проблему введение института врача общей практики сразу после университета. То есть, если сегодня выпускник вуза получает диплом и после этого учится в течение года для того, чтобы получить специальность врачебную, любую специальность, нужно учиться не меньше года в интернатории, а по отдельным специальностям и два года в ординатории, то по нормативным документам, планирующим, что уже с 2016 года выпускники получат уже сертификаты при выпуске врача общей практики, либо педиатра общей практики, либо врача-стоматолога. В общей практике, фактически, врача-стоматолога-терапевта. Поэтому во многом это позволит решать проблему первичного звена. Если говорить об узких специалистах, их также не хватает по отдельным специальностям. Самая большая востребованность у нас в врачах-реаниматологах-анестезиологах. Также нам необходимы специалисты, такие как неврологи, нужные отореноларингологи. И любую специальность сегодня узкую, если взять, мы найдем вакансии для того, чтобы трудоустроить доктора в нашей сети ульянского здравоохранения. Могу сказать, что существуют определенные перегибы, когда отдельные учреждения у нас укомплектованы достаточно хорошо, в отдельных учреждениях у нас есть дефицит. Но вот такой пример из последних губернаторов буквально на прошлой неделе мне поручил разобраться с ситуацией, которая возникла на нижней террасе в поликлиниках, где и сами жители недовольны, и ситуация кадровая не совсем стабильная. И буквально мы провели встречу с медицинским сообществом, с представителями родителей ребятишек детской поликлиники на нижней террасе. Они сказали свои опасения, высказали свои предложения, но ситуация в любом случае полярная, и нужно найти решение, которое удовлетворит всех. В данном случае, несомненно, звучали предложения о том, что необходимо все объединить. Вопрос объединить можно, какой будет от этого эффект. Мы должны исходить из того, что нужно решить конкретную проблему для жителей нижней террасы. Поэтому сейчас специальная комиссия, которая сформирована в Министерстве здравоохранения, полностью изучит эту ситуацию. Я сразу скажу, что не какая-то комиссия для того, чтобы всех наказать, у всех выгонить с работы. Нам нужно разобраться по ситуации, нам нужно наметить конкретные меры решения данной проблемы. Поэтому мы для себя взяли срок до 15 октября, после которого уже специалисты, эксперты внесут свои предложения, как нам дальше быть. И сам руководитель учреждения, буквально сегодня с утра мы с ним обсуждали, те меры дополнительные, которые он будет предпринимать у себя, также внесет эти предложения, которые мы уже конструктивно обсудим и будем применять. Кроме того, важнее мнение самих жителей нижней террасы, что необходимо изменить. И сегодня технология уже давно ушла вперед. И если раньше мы говорили о том, что, условно, пациент должен идти за врачом, сегодня мы все-таки должны стремиться к тому, что в первую очередь удовлетворять потребность пациента. И существуют механизмы, опять же, и забору анализов, когда не нужно иметь лабораторию, в конкретном месте, где работает, допустим, врач, в общей практике педиатра, можно произвести забор и отвезти в лабораторию, как это сегодня, в принципе, и происходит в Центральной городской клинической больнице. Многое зависит от организационных аспектов. Часто эти аспекты кажутся организаторам здравоохранения такими уже привычными и не хочут что-то менять. В данном случае организатор здравоохранения по правилам населения, которое своевременно отреагировало на эту ситуацию, сообщило о проблеме. И мы сейчас будем искать выход из этой ситуации совместно уже. Поэтому, если в целом говорить о кадровой проблеме, то первое, что могу констатировать, наметилась динамика притока кадров в отрасли. Второе, мы понимаем, что решить эту проблему за один день невозможно. Поэтому здесь самый оптимальный вопрос – системная работа, которая выстраивается именно с точки зрения системной подготовки кадров по целевому набору. Эта динамика тоже у нас есть. И я всегда обращаюсь в первую очередь к медицинским работникам, но через ваших читателей хотел бы обратиться и к целым жителям, в первую очередь районов Ульяновской области. Приводите к нам своих ребятишек, приводите к нам своих детей. Мы готовы для них создавать условия для того, чтобы они поступили в медицинские вузы. Если они поступят и вернутся, тогда мы совместно эту кадровую проблему решим. Я готов, и уже переговоры такие подобные проведены, но еще не отметил я с Казани, мы начали в этом году сотрудничать с медицинским университетом Казанским. Готов встречаться и с ректорами других вузов, расширять эту географию, расширять количество целевых мест. Была бы потребность. Будет потребность, мы, соответственно, если ребята захотят идти учиться, мы эту возможность им обеспечим. А медицинские классы у нас есть в регионе? У нас есть медицинские классы, могу сказать, они показывают свою эффективность, но если говорить в целом, еще раз, медицинский класс, он, как правило, решает локальную проблему, то есть, ну, в сумме там 30 человек, которые у нас поступят. Я еще раз говорю, 30 человек у нас, допустим, стандартный класс, 175 человек у нас в этом году поступило в медицинские вузы. Поэтому мы готовы, в том числе, уже проговаривали, с Самарским государственным медицинским университетом, ОЛГУ занимается подготовкой перед поступлением. Поэтому готовы, в том числе, рассматриваем сейчас вопрос и в формате именно дистанционного обучения, чтобы ребята понимали, куда они идут учиться, какие требования. Кроме того, выездные формы работы у нас постоянно осуществляются с нашими коллегами из других территорий, которые приезжают к нам сюда, в Ульяновск, рассказывают критерии, условия поступления, отвечают на все вопросы, порой непростые вопросы, но ответы есть у них, как правило, на все вопросы родителей. И дальше уже дело за самим абитуриентом, потому что стать врачом, это нужно не только желание, но отчасти и призвание, потому что не каждый сможет стать врачом. Мы это видели, когда люди поступали. Многие бросают учиться в процессе обучения, переходят на другие факультеты. Поэтому это должен быть осознанный выбор. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в регионе, в стране, продолжают у нас строиться лечебные учреждения, медицинские учреждения, больницы, поликлиники у нас в регионе. И это, конечно, радует. Вот этой осенью мы уже посетим какие-то новые? Мы обязательно посетим. И буквально у нас уже наступает день пожилого человека. По-разному можно относиться, но я считаю, что это очень знаменательная дата для в целом Российской Федерации региона, потому что нужно помнить о пожилых людях, нужно помнить об их проблемах. И буквально завтра уже приступит к своей работе новое учреждение, которое создано по инициативе губернатора Сергея Ивановича Морозова. Это учреждение не только медицинское, но еще и социальное составляющее. Это такой социо-медицинский центр, который откроется у нас на Кирово. 20-й он будет включать в себя как дневной стационар для лечения пациентов пожилого возраста, в первую очередь, по таким профилям, как терапия и неврология. Кроме того, будет в себя включать социальная служба, которая будет заниматься вопросами и социализации лиц пожилого возраста и предложит им занятия альтернативными методами воздействия, там и музыкотерапии, и арт-терапии. Кроме того, там будет организовано у нас возможности чаепития, причем фитобар будет работать, функционировать, проводиться. Это будет также бесплатно для жителей пожилого возраста. Это будет как филиал госпиталя ветеранов войн, так и филиал центра исток, центра социального обслуживания исток, который также имеет уже профессиональные навыки оказания социальной помощи лицам пожилого возраста. Поэтому завтра, 1 октября, у нас откроется данный центр. Мы все юридические аспекты, я думаю, трясем. И, соответственно, этот центр у нас будет своего рода уникальный, как это вытребовал Сергей Иванович Морозов, потому что подобных центров сегодня в стране нет. Ну, реально, если говорить, вот такая составляющая и медицинская, и социальная, и трудовая занятость в том числе, ведь мы не говорим там о полной занятости, но сегодня Главное управление труда и социальной защиты нам дает возможность совместно выработать вот такой комплекс мер для того, чтобы человек действительно ощущал себя нужным в этом обществе. Мы проводили анализ и видим, что количество людей пенсионного возраста у нас каждым годом увеличивается. Но, кроме того, жители региона в возрасте от 80 до 90 лет у нас за последние вот так 10 лет увеличилось практически в два раза их количество. То есть, если в 2004-2005 году их было порядка 4,5 тысяч, то сегодня их уже более 9,5 тысяч. То есть, люди доживают до этого возраста. Это хорошо. Это хорошо, это характеризует в целом обстановку с точки зрения медицинской, социальной составляющей. А часто мы видим, что человек, который уходит на пенсию, здесь где-то далеко, он сам себе предоставлен. Если он не работает, если он не востребован, смотришь, так потихоньку угасает и уходит от нас, к сожалению. Вот наша задача этого не допустить и максимально сделать все для того, чтобы человек действительно пребывал в таком активном долголетии. То есть, это задача, которая сегодня поставлена главой региона, и она будет выполняться, и вот на опыте этого центра мы будем и распространять его, в том числе, сейчас смотрим в части создания подобных структур в городе Демитровграде, в районах области. Поэтому эта динамика и развитие у нас сегодня в регионе проживает более 26% людей старше трудоспособного возраста. И если говорить о резервах сохранения здоровья людей, если говорить о сохранении темпов домографии, то, несомненно, важную роль нам сегодня необходимо уделять именно лицам пожилого возраста. А кроме вот этого центра еще будут открываться там можно? – Несомненно, у нас в этом году еще запланировано до конца года открытие детской поликлиники в Дальнем Засвияжье, на Минерал Мельниково-20. Сейчас там идут активно ремонтные работы, и они будут закончены уже до конца этого года. Эта поликлиника примет первых ребятишек. Это новый динамично развивающийся микрорайон. Кроме того, в следующем году, где-то так в перспективах весны, мы планируем открыть поликлинику на Шолмово детскую также. Также, если говорить о службе Роспоможения детства, сегодня для нас, наверное, один из таких самых актуальных вопросов. Нам нужно сохранить здоровье женщин, чтобы они имели возможность рожать здоровых детей. Я могу сказать, что также по инициативе главы региона мы посмотрели на эту проблему с другой стороны. И сегодня уже принято решение губернаторам о том, что вывести женскую консультацию, которая работает с колоссальной перегрузкой, в четвертой поликлинике, вывести ее за пределы, в такой географический центр дальнего засвияжья, на улицу Промышленную, где имеются удобные подъезды любыми видами транспорта. Это как маршрутное такси, и трамваи, и автомобили, автобусы. Соответственно, имеет возможность туда оперативно добраться. Поэтому сейчас уже идет необходимая процедура согласования, утверждение нормативных документов для того, чтобы там приобрести здание и открыть там в течение 2016 года Центр сохранения здоровья женщин. Кроме того, здание бывшего родильного дома на улице Корсунской также у нас сейчас уходит в ремонт. Уже у нас определился исполнитель данного строительства, проведение реконструкции по государственному контракту. И они буквально с понедельника выходят, приступают к ремонтным работам. Это двухлетний контракт. Мы рассчитываем, что в феврале месяца данный объект у нас будет сдан, и, соответственно, примет первых женщин, где также будет организован Центр сохранения репродуктивного здоровья женщин. Я сразу скажу, что это структура, которой не только будет заниматься медицинской составляющей, но и также и социальными аспектами. Женщины должны знать, какие виды льгот они могут получить при рождении второго, третьего, последующих детей. Какие аспекты юридические есть, в том числе в их отношениях с работодателем. Кроме того, роль психолога здесь очень велика, потому что нам необходимо объяснить женщине, как себя вести при рождении ребенка. Есть женщины, которые хотят прервать беременность. Здесь роль психолога и роль врача, акушер-киниколога, она основная, и я могу сказать, что у нас на протяжении многих лет идет динамика снижения количества абортов. В этом году эта динамика также отмечена. На 298 абортов сделаны меньше. Это реально говорит о том, что, дай бог, 298 ребятишек у нас дополнительно появятся в регионе. Также мы видим, что сегодня, благодаря таким вот мерам, и, собственно, губернатор, почему инициирует сохранение здоровья женщин и развитие службы педиатрии. Потому что дети рождаются, в прошлом году у нас родилось более 15 тысяч ребятишек. В этом году мы сейчас вышли на показатели, что у нас динамика рождения сравнима с показателем прошлого года, хотя у нас женщин фертильного возраста гораздо меньше. Но динамика продолжается, и 56% ребятишек, которые у нас родились вот в этом году, родилось их более 11 тысяч, 56% — это именно вторые и последующие дети. То есть мы перевалили уже за порог того, что... То есть кризис не пугает население, семьи? Знаете, нужно к этому относиться всегда таким образом, что кризис — явление приходящее, а сохранение, в первую очередь, здоровья жителей нашей страны, населения жителей нашей страны — это такая приоритетная задача, которая в первую очередь зависит от каждого человека. И я, когда встречаюсь с медицинскими работниками, и просто с жителями Ульянской области, всегда задаю вопрос, сколько детей у них. Ну, вот буквально там не так давно, был в Ишкаевском районе, в рамках агитпоезда проводили подведение итогов, и задал вопрос людям, которые сидели в зале, сколько у вас детей. Буквально там, если спросил один ребенок, достаточно много рук, два ребенка, тоже немало количества рук, три и более, одна рука. Но если говорить вот так конкретно там по Ишкайскому району, то математика, наука точная, и можно посчитать, если вот такая динамика будет продолжена, через сколько района просто не станет. И сегодня нужно об этом реально задуматься, что если рождается один ребенок, это убыль населения, если рождается ребенок, два ребенка, это естественное воспроизводство, она тоже не решает нам проблемы демографии. Только третьи и последующие дети реально увеличивают и количество населения в области, и решают демографические проблемы. Губернатор всегда приводит и себя, к примеру, у него пять детей, и члены правительства у нас, многие члены правительства, многодетные, многодетные семьи, поэтому мы ориентируемся на главу региона, на ту задачу, которую он ставит перед нами. А так, если говорить без шуток, то реально акция «Ради патриота» она дала свой результат. Реально люди стали об этом задумываться. И это отражается в тех показателях рождаемости, которые сегодня у нас есть, потому что мы смотрим на динамику наших соседей. Не такая она. И это стало возможным только благодаря тому, что эта работа велась системно на протяжении 10 лет. В Ульяновске еще строится перинатальный федеральный центр. Когда он заработает? Да, это федеральный проект, который буквально Сергей Иванович вырвал у федерального правительства, у Министерства здравоохранения, настоял на том, что в нашем регионе такой центр необходим. Была такая достаточно большая полемика, потому что вы знаете, что в рамках программы модернизации у нас уже был отремонтирован перинатальный центр на базе областной больницы, но это функциональное подразделение, которое сегодня функционирует и является учреждением третьего уровня, то есть куда попадают самые сложные роженицы. Но, тем не менее, мы посмотрели на динамику, и Сергей Иванович сумел убедить и президента страны, и премьер-министра о том, что нам данный центр необходим. Он действительно нам сегодня необходим, потому что мы посмотрели, вот только за счет организационных аспектов, за счет перенаправления женщин в правильном направлении, нам уже удалось в разы снизить младенческую смертность. Динамика была сначала достаточно высокая, и сейчас мы видим, что она продолжается, она уже не такая большая динамика, потому что детей стало умирать гораздо меньше в перинатальном периоде. Поэтому сегодня нам необходим подобный центр для того, чтобы минимизировать и все-таки стремиться к нулю. Наша задача выявить на ранних стадиях патологию плода, если это врожденные патологии, и, соответственно, природа порой заставляет прибегать и к абортам, когда плод не жизнеспособен. Но лучше это сделать на раннем этапе, чтобы сохранить репродуктивное здоровье женщины, для того, чтобы она имела возможность в дальнейшем рожать детей. И сделать все для того, чтобы сохранить здоровье тех ребятишек, которые появились на свет раньше. Сегодня по критериям живорождения масса тела плода свыше 500 грамм уже юридически является фактом рождения ребенка. Соответственно, наша задача сохранить его жизнь. И мы видели примеры, когда в современных перинатальных центрах, допустим, в Чувашии хороший такой пример, ребенок с массой тела там запредельно низкой сегодня полноценно живет, полноценно учится в школе. Поэтому наша задача создать такие же условия, для того, чтобы мы не прибегали к помощи наших коллег из других регионов, из федеральных центров, не прибегали к помощи московских институтов, а здесь у себя эти технологии развивали, и чтобы у нас рождали здоровые дети, чтобы мы сохраняли здоровье детей. А как развивается государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения? Знаете, сегодня наш регион входит в тройку лидеров, если говорить в целом о количестве проектов по государственно-частному партнерству. Но я сразу бы хотел, чтобы каждый из ваших читателей понимал, частный бизнес это не значит, что платно для пациента. Мы смотрим на частный бизнес с точки зрения того, где они нам могут помочь в решении тех проблем, которые сегодня нам предстоит решать. И если мы можем задействовать ресурс дополнительной частной медицины без привлечения дополнительных государственных средств, то я считаю, что это поможет нам в решении тех задач, которые перед нами стоят. Если так вернуться, ретроспективно посмотреть, то в Ульяновской области уже с 2006 года такое своего рода государственно-частное партнерство начало развиваться, и компания «Фриденюснефракеа», которая занимается лечением пациентов с хронической почечной недостаточностью, открыла диализный центр, который сегодня успешно функционирует на территории региона. Уже открыт ряд филиалов, как в Заволжье, в ближайшее время откроется в Новоспаске, которая будет оказывать помощь жителям Южного куста области. А также мы начали сейчас смотреть с точки зрения участия частных инвесторов, частного бизнеса и в первичной медицинской помощи. Это проект «Полис», который сегодня у нас реализуется на Булково, такая достаточно крупная поликлиника, офис врача общей практики, на Жиркевича в микрорайоне «Искра», где у нас также востребованность в медицинской помощи. Там сейчас на базе офиса оказывается помощь как взрослым, так и детскому населению. Но микрорайон растет, и уже найден вариант решения. Буквально до Нового года мы рассчитываем, что появится еще один офис. Потоки будут разделены, отдельно будут принимать взрослых, отдельно детей. Соответственно, это также улучшит качество, доступность жителей микрорайона «Искра». В районах области мы также реализовали проект в Старом Майнском районе, в Майнском районе, в Теренгульском районе, в части именно работы проекта «Полис». Можно назвать его рабочее название «Доктор рядом». И если говорить в целом о перспективах сотрудничества, то сегодня мы ведем переговоры о том, что дальше будет развиваться именно бесплатная медицинская помощь в рамках программы базовой обязательности медицинского страхования. Сегодняшнее законодательство позволяет любому участнику медицинского сообщества участвовать в программе обязательности медицинского страхования. Неважно форма собственности, государственная, частная, индивидуальная предприниматель. Он имеет право заявиться в программу госгарантий, в фонд обязательности медицинского страхования, сделать это необходимо до 1 сентября, соответственно, предоставит все документы, которые регламентированы законом. И после этого этот вопрос выносится уже на комиссию по формированию территориальной программы, которая создана при Министерстве здравоохранения Ульянской области, где мы принимаем уже решение о распределении объемов, которые у нас распределяются как между государственной, так и частной системой. Но важно, чтобы пациент не почувствовал разницы в том плане, чтобы, приходя в тот же частный центр, с него не попросили денег. Пользуется обязательностью медицинского страхования, если организация, соответственно, участвует в объеме оказания медицинских услуг в рамках ОМС, ему гарантируют человеку получение бесплатной медицинской помощи. Поэтому мы и настаивали, чтобы, допустим, проект «Полис», который у нас реализован сегодня, он полностью исключает вообще оказание платных услуг. А вот сколько таких частных учреждений оказывает в рамках ОМС услуги? В каждом году их количество растет. Я могу сказать, что в этом году, если так вот на вскидку, не менее 30 учреждений оказывает. Но если смотреть в объеме оказания медицинской помощи в общем, то это небольшой процент. И сегодня говорить о том, что частный бизнес, как-то так вот уже серьезно вошел в программу обязательного медицинского страхования, об этом говорить не приходится. Это небольшой сегмент, еще раз говорю, на который мы смотрим с точки зрения того, где нам нужна помощь. Мы можем использовать дополнительные ресурсы. Но мы сейчас изучаем опыты, смотрим, как работают наши коллеги. И главное нам не свершить ошибок для того, чтобы сохранить доступность и качество оказания медицинской помощи каждому жителю региона, которому не нуждается. Поэтому я считаю, что, первое, не стоит бояться этого процесса. Он во всем мире, этот процесс протекает. С другой стороны, я точно говорю, что мы не кидаемся в объятия, как говорится, частного бизнеса. Мы очень осторожно смотрим с точки зрения того, что это даст для решения, в первую очередь, государственных задач. И нужно понимать, что, входя в систему ОМС, это не только выделение финансов для получения объема государственного задания, для оказания объема государственного задания. Это и очень большая ответственность организации, которая вошла в систему обязательного медицинского страхования, потому что, как минимум, за этой организацией сразу будет тотальный контроль со стороны страховых компаний, которые отстаивают интересы застрахованных граждан, которые у них застрахованы. И второе, это фонд обязательного медицинского страхования, который также осуществляет финансовый контроль за целевым использованием средств и за соблюдением прав граждан, которые обращаются в медицинские учреждения. Поэтому этот процесс живой, но могу сказать, что сегодня, если смотреть по количеству частных, таких государственных частных проектов на душу населения, то наш регион, еще раз повторюсь, является лидером. Вообще, Павел уже такую пальму первенства взяла, потому что на форуме по ГЧП, который проходил в этом году, именно Ульяновская область, Самарская и Республика Татарстан приводились в качестве примера именно в сфере здравоохранения. Понятно, что в Москве, допустим, финансы несколько другие, но, еще раз говорю, если посмотреть по количеству вложенных инвестиций на количество жителей регионов, то у нас показатели достаточно серьезные в сравнении с нашими коллегами из других регионов. В Ульяновской области очень часто проходят акции различные в рамках сохранения здоровья населения, это и кардио-онкодесант, кардиодесант, в рамках всемирных дней. В ближайшее время какие будут акции проходить, и дни открытых дверей, где будут? Могу сказать, самая продолжительная акция, которая уже в регионе также, наверное, 10 лет реализуется, это Агитпоезд. Сегодня буквально также проходит в одном из муниципальных образований Агитпоезд в Чердоклинском районе, где жители муниципальных образований и сел муниципального образования могут обратиться за консультацией к узким специалистам, к врачам общей практики, получить консультации профилактического характера, ну и не только по медицине, это межведственная компания, которая уже системно проводится в регионе каждые две недели в одном из муниципальных образований по инициативе главы региона подобные акции у нас проводятся. Если говорить о таких акциях, как кардиодесант, онкодесант и другие, в первую очередь мы смотрели с точки зрения большего охвата организованных групп жителей первой и второй, это жители старшего поколения, которые охотно откликнулись на такую акцию, как прогулка с доктором. Сегодня они уже у нас в штатном режиме проходят не первый раз и на день пожилого человека мы всех приглашаем принять участие в прогулке с доктором и 2 октября у нас подобная компания запланирована для того, чтобы как можно больше охватить жителей региона и подобный опыт уже внедряется, в том числе и в муниципальных образованиях. Если говорить о кардиодесанте, в основном мы ориентированы на организованной группы, это промышленные предприятия, где зачастую людям просто некогда уйти с своего рабочего места, обратиться, обследоваться дополнительно. Поэтому наши специалисты выезжают на места, проводят обследование. Вот за короткий промежуток времени мы осмотрели уже порядка 1400 человек и видим результат, что порядка там 86% мы видим риски развития заболеваний. В первую очередь нас беспокоят такие заболевания, как заболевания сердечно-сосудистой системы, которые сегодня являются определяющими структурой смертности. Мы также сейчас помимо акции осматриваем планово жителей малонаселенных пунктов, мы уже фактически завершили осмотр. На ближайшем аппаратном совещании будем по поручению главы региона также проводить, мы еженедельно сейчас проводим анализ причин смертности, а также смотреть, как у нас работает первичное звено, как работает муниципальное образование в части профилактики, в части маршрутизации пациентов для получения необходимой медицинской помощи. Также у нас работает центр здоровья, который готов принять любого человека, который хочет позаботиться о своем здоровье. Раз в год каждый имеет право пройти полное обследование в центре здоровья. Кроме того, мы проводим уже не первый год диспансеризацию. Если смотреть так, не менее 200 тысяч жителей региона ежегодно у нас осматриваются, подвергаются диспансерному осмотру. А также, помимо диспансерного осмотра, каждый человек ежегодно вправе обратиться к врачу-терапевту, к врачу общей практике для того, чтобы пройти профилактический осмотр. Все это проводится бесплатно. Для этого достаточно прийти в поликлинику по месту жительства, обратиться к своему терапевту, и он уже непосредственно расскажет все, что необходимо сделать для того, чтобы либо пройти диспансеризацию, либо пройти профилактический осмотр. Еще раз давайте напомним, телефон горячей линии... Телефон горячей линии 8 800 273 07. Спасибо, Павел Сергеевич, до свидания. Спасибо вам, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...